Здравствуйте коллеги, меня зовут Лебедев Юрий и сегодня вашему вниманию представляю вебкаст на тему операторы управления текстом Windows PowerShell 5. Это уже седьмой вебкаст в группе, поэтому если вы не знакомы с операторами и выражением Windows PowerShell, начинайте смотреть с предыдущих. Ну а мы продолжаем работать на машинке PSPC01, это рядовой компьютер в домене Silly Local. На нем установлена Windows 10, корпоративная, 64-битная, номер билда 1809. Обратные характеристики этой машинки представлены на слайде. Что касается последних двух вебкастов в данной группе, они были посвящены операторам сравнения шаблона. То есть мы использовали как подстановочные символы, так и регулярные выражения. И регулярные выражения для нас крайне важны, потому что в операторах управления текстом они тоже могут использоваться. Соответственно в предыдущих двух мы разобрали операторы Like, Not Like, производные от них. Match, Not Match, производные от них. Ну и теперь у нас остались Replace и Split, у которых также есть варианты с учетом регистра и без учета регистра. А также оператор Join. Вот эти три оператора у нас на сегодня и запланированы. Начнем с простого. Оператор Replace, что он делает? Он берет строку, ищет в ней определенный шаблон и удаляет его, если вы используете только шаблон. Через запятую оператору Replace можно подать значение. В таком случае, находя в строке какой-то шаблон, он будет заменять указанным значением. Тоже можно использовать. Ну и понятное дело, что есть вариант C Replace, когда шаблон учитывает регистр строки. И E Replace, который так же как и оператор Replace по умолчанию плевать хотел на регистр символов. Что ж, давайте попробуем посмотреть, как это все выглядит. Для этого нам потребуется экземпляр Windows PowerShell. И возьмем некую последовательность. Например, последовательность будет из символов 1, 2, 3, 4. Такая последовательность. И мы можем при помощи оператора Replace заменить в этой последовательности запятую. А можем заменить эту запятую, например, на точку с запятой. И получить вот такую вот последовательность. При этом можно использовать более сложные вещи. Например, если бы у нас был бы 1, 2, потом 3 пробела, потом здесь по одному пробелу, а здесь в начале еще 5 пробелов. Вот такой вот шаблон, то в этом случае очень удобно, что мы можем использовать регулярные выражения. А именно, я могу сказать, что слева от моей запятой может быть какое угодно количество отступов S звездочка. И справа от моей запятой может быть какое угодно количество отступов. Так, давайте подставим пробелы. Если бы я этого не указал, то, соответственно, без шаблона это выглядело бы вот так. Просто так стоять. Без шаблона это бы выглядело вот так. То есть просто там, где была запятая, поставить с точкой запятой. Ну а по шаблону можно ходить в более интересные варианты и от них избавляться. Еще интереснее можно использовать следующий пример. Давайте возьмем хиа-стринкс, если не помните, сайте веб-каст про строки в Windows PowerShell. И откроем ее. Допустим, какой-нибудь процесс у нас. Begin process. Далее у нас будет первый уровень выполнения. First level. Потом у нас будет second level. Level. Потом у нас будет set level. И у нас процесс заканчивается. End. Proc. Отлично. Закрыли хиа-строку. Вот у нас наша строка. Супер. И мы к ней применим наш оператор replace, который, например, найдет в строке first level и заменит его на first layer. Пожалуйста, был first level, стал first layer. Можно пойти хитрее. Например, взять, используя шаблон first, получить его в часть, не именованную, конечно же, но явно первую, и поставить в шаблон для замены первым номером. Таким образом, first layer мы по-прежнему получаем из first level. Ну и, соответственно, так как это шаблон, мы можем в шаблоне искомый шаблон через вертикальную черту перечислить. First, second, или даже set. И тот, который будет захвачен в первом случае, он же и будет поставляться. И поэтому везде, где был first level, second level и set level, они были заменены на лейеры. Вот так это легко можно сделать, используя шаблоны. Как раз главное для чего используются части, в том числе именованные. Они тоже могут быть. При этом, когда мы говорим про оператор replace, оператор replace может использовать последовательности. В данном случае мы использовали последовательность с номером. Номер число, подставляет номер по группе. Если группы будем именовать, можно будет указывать группы по имени. Имя подается в фигурных скобках. Также, если вам нужно подставить знак доллара, используем доллар два раза, он просто один доллар подставит. Доллар N это вся строка соответствия, которую мы берем искомую. Можно подставить весь текст из аргумента до соответствия. Можно подставить весь текст из аргумента после соответствия. Доллар плюс подставляет только захваченное соответствие. Ну и доллар нижнее подчеркивание, это вся строка аргументов. Этим можно разными способами пользоваться при использовании каких-нибудь хитрых шаблонов. Например, пусть это будет Microsoft Windows 2000 сервер. Кто помнит, он именно так и назывался. Потом их местами поменяли. Но мы, например, хотим, чтобы он поменялся местами. В таком случае, что мы сделаем? Мы поищем Replace. Искать мы будем циферку в шаблоне Digit, который встречается несколько раз. Потом идет у нас какой-нибудь отступ. А затем у нас идет слово сервер. И заменим мы ее на сервер 2000. Ну и, соответственно, Windows 2000 сервер превратился в Windows Server 2000. Тоже никаких проблем нет. Окей. То же самое. Только вот этот вот D звездочка. Берем скобку. S сервер. Тоже берем скобочку. И теперь уже вместо того, чтобы использовать сервер 2000, используем в обратном порядке. Доллар 2, пробел доллар 1. И получаем то же самое. Ну и если бы мы хотели какой-нибудь красоты, то могли бы сказать, что это у нас. Открываем угловые скобки, знак вопроса. Специальный знак указывает, что это имя секции. Это у нас будет version. Это у нас будет знак вопроса, угловые скобки, product. И вот здесь вот можно будет уже использовать сначала product. При этом номера-то у секции остались, никуда не делись. И переменная доллар матч, она здесь не работает. Никаких значений. Она только для оператора матч. Здесь нас больше интересует то, что мы можем обращаться по именам секций. Это тоже достаточно удобно. Пожалуйста. Тоже самый эффект. Ну и наконец, если говорить про какие-то сложные вещи, например, возьмем Microsoft Windows Server 2016. Такая строчка. Сделаем в ней replace. Найдем слово, которое начинается с буковки W. Там потом идет какое-то количество буковок. И заменим его на слово SQL. Получится вместо Microsoft Windows Server 2016, Microsoft SQL Server 2016. Отлично. При этом можем подойти к этому хитрее. И добавить более сложный шаблон. Слово, начинающееся на буковку W, мы возьмем первый шаблон. Потом будет какой-то отступ. Потом будет второй шаблон. Начинается на большую буковку S. Потом тоже какие-то буквы идут. То есть $1, $2 мы получили. И можно там SQL $2 подставить на место. Потому что Windows Server мы имеем на SQL Server. Отлично. Ну а дальше можно как-нибудь очень хитро это все раскрутить. Например, взять и в подстановку вместо Windows Server подставить следующее. Берем $1. $1 в нашем случае это у нас Windows 10. Добавляем точку с запятой. Указываем весь искомый шаблон. Добавляем точку с запятой. И указываем, например, $1. Искомая строка от начала. И также SQL и $2. И что у нас получится? У нас получится так. Я знаю, где я ошибся. Не экранировал символы. Поэтому тут вперед вышел-повершил. Вот так. Microsoft Windows 10. Microsoft Windows Server 2016. Microsoft SQL Server 2016. Из вот этой вот строки при помощи подстановки. То есть мы подставляем шаблон номер 1. Это Windows. Microsoft он берет, потому что он у нас изначально. Поставляет Windows. Потом поставляет 10 точка с запятой. Потом берет весь шаблон от начала. То есть Microsoft Windows Server 2016. Потом он поставляет $. Соответственно, это Microsoft SQL Server. А 2016 он просто сам подставляет автоматом. Такая вот хитрость с использованием оператора Replace. Можно, в общем-то, в это углубиться. И вполне себе использовать. Следующий оператор попроще. Это оператор Join. Но его можно использовать в двух вариантах. Ну, возвращаясь к самому первому вебкасту этой группы. У нас все операторы можно разделить на бинарный и унарный. Так вот, оператор Join. Это тот самый оператор, который может прекрасно использоваться и в бинарной, и в унарной форме. Вот в унарной форме он просто сцепляет все элементы коллекции в единый элемент, как правило, строка. А в бинарной форме мы говорим про соединение коллекции с использованием разделителя. Именно так это и работает. Давайте посмотрим на какой-нибудь пример. Отступим немножко от наших текстов. И возьмем переменную $a. В нее положим числа от 1 до 5. Пожалуйста, вот наша переменная. Так, не туда. Вот она. Она стоит из 5 элементов. Там числа. И если я использую оператор Join в бинарной форме $a, он позволит мне получить резюзирующее число. Ну, в данном случае это будет string. Ну, как понимаете, такой string несложно будет конвертировать. Если я использую минус Join и использую от 1 до 5, то результата не будет. По той простой причине, что от 1 до 5 это 1, 2, 3, 4, 5. И в данном случае интерпретатор видит как это. Он видит вот такую вот строчку и выполняет эту команду. Но если мы вам подскажем, что сначала нужно выполнить вот эту строчку, а потом команду Join, то он сработает. Это важный аспект при работе с оператором Join. При этом оператор Join можно использовать в интересных ситуациях. Например, представим себе, что у нас есть строка. Вот такая вот строка. Ну, я думаю, многие уже догадались, что здесь написано. Ну и, соответственно, я бы хотел это дело перевернуть в символы. Но в символы я это перевернуть не могу. Почему? Потому что в чар строка не конвертируется. Так будет ошибка. Но зато я могу конвертировать ее в массив символов. А у массива, если его положить в переменную $a, есть интересные статические методы. Давайте попробуем их взять. А именно, array. Два двоеточия. Здесь есть команда reverse. Подсовываем сюда переменную. И он нашу переменную раскручивает в обратном порядке. Ну, а дальше все, что нам осталось, это выполнить Join на нашей переменной. И мы получим повершелл с использованием оператора Join. По-моему, очень и очень удобно. Итак, с унарной формой разобрались. Что касается бинарной формы. Ну, с бинарной формой все очень просто. Возьмем какой-нибудь набор символов. Microsoft, Windows, Overshell и число 5.1. Но тоже подадим его, чтобы потом не решать всякие проблемы в кавычках. Очень просто. Говорим. Хочу все это дело соединить. Join. И подаем пробел. И, соответственно, получаем на выходе не коллекцию, а строку. Другой вариант. Допустим, у нас есть какая-нибудь переменная. В ней записаны beginProcess. Затем executeCommand. Затем endProcess. Отлично. Вот такая вот переменная. Мы знаем, что это такое. Это у нас объект. Что мы можем делать? Мы можем взять $a и соединить его к следующей вещью. Вспоминаем escape символы и строк $r, $n. В данном случае это уже строка. Но с символом переноса на следующую. Тоже достаточно удобно и эффективно. Ну и еще момент для тех, кто помнит, что такое математический анализ или теория чисел. Есть такая штуковина, как факториал. Ну, для тех, кто вообще не помнит, что это такое, посмотрите в Википедии. И если взять такую последовательность и ее соединить, используя символ знака умножить. А затем это все подать в качестве значения для ключа command в cmd.invokeExpression вы получите значение факториала для числа 5. Там, где все числа последовательно перемножаются. Понятное дело, что если бы факториал был побольше, то и перемножать было бы сложнее. Ну, тоже один из вариантов использования. Ну и наконец, третий оператор, о котором стоит сказать. Это оператор split и он имеет также унарную форму. В данном случае он разделяет строку при помощи пробелов на отдельной части. И у него есть бинарная форма. Она гораздо сложнее. Она позволяет указать и разделитель, и на какое количество групп разделить. И также дополнительно передавать опции. Ну, давайте начнем с простого. Начнем с его унарной формы. Немножко отступим. Возьмем какую-нибудь строчку. Например, наш любимый Microsoft Windows PowerShell 5.1. Вот она. И подставим все оператор split в его унарной форме. Готово. Разбили по пробелам. Ну, тут не сильно хитро. Я думаю, даже останавливаться не стоит. То же самое при помощи бинарной формы. Указываем split и в кавычках указываем пробел. И он нам разделяет ее на части. При этом здесь можно использовать и регулярные выражения. То есть пробелы, табуляции и любого типа отступа. Это S. Можем их использовать. У нас где-то могло быть и три пробела. Соответственно, звездочку использовать нельзя, как понимаете. А вот плюсик от одного и более шаблон вполне себе подойдет и корректно разделит поданную строку на необходимое нам количество элементов по пробелам. Как понимаете, унарная форма уже с этим не справится. Другой пример. Возьмем строчку 196.8.0.1 и попробуем ее разделить при помощи точки. Как понимаете, ошибка. Потом сообщение, что точка это спецсимвол. Мы его экранируем и получим группы. Потому что мы в явном виде указали точку. При этом можно указывать количество получаемых групп. По умолчанию, чтобы получить все группы по максимуму, мы указываем 0. То есть в данном случае он не использует группы. Если вы укажете 1 группа, то он вернет все как есть. 2 группы будет брать первое число, отделять его и возвращать группу. 3 группы и так далее. То есть это можно удобно пользоваться для того, чтобы разделять на нужное количество. То есть он будет отрезать нужное количество групп, все остальное оставлять целиком как есть. Это бывает достаточно удобно. Ну и наконец опции. Опций достаточно много. Они позволяют вам использовать или что-то не использовать. Причем некоторые опции поставляются автоматически. По умолчанию используется опция rejects match. То есть соответственно по регулярному выражению. А можно использовать простое сопоставление. Для этого simple match. При этом и rejects и simple match позволяют использовать ignore case. В данном случае даже если вы используете оператор csplit, он будет игнорировать верхний и нижний регистр. Далее у нас есть отношение к специфике культуры. Ну так называют всякие акценты и прочее. Можно интерпретировать строку как несколько строк multi-line или как единую строку single line. Тоже никто вам не запрещает. Ну и соответственно явное указание имени или номера группы. То есть чтобы нельзя было делать захват без указания имени группы. Ну тоже при необходимости можно использовать. Давайте какие-нибудь примеры посмотрим. Для этого отступим от нашего предыдущего текста и возьмем обратно. Пример с IP адресом 126.8.0.1. И попробуем его разделить. То есть мы до этого использовали сплит. В данном случае мы использовали экранированную точку. И она работает. Но если говорить про сплит, то как он работает? Он использует все группы какие возможны. И использует rejects match. Опция подается в кавычках. Rejects match. Но если я уберу экранирование и укажу simple match. Пожалуйста. Тоже самый эффект, но без каких-либо регулярных выражений. Тоже может быть удобно. Ну мало ли. Забыли регулярные выражения и хотите их смотреть. Simple match. Ну и еще одна интересная вещь, которую здесь можно показать. Возьмем Windows, Power, Shell, еще один Y, 5.1. И скажу, что хочу сделать c-split. Укажу маленький Y. Но тут будет тихая ошибка. Он требует учета регистра, потому что я указал case sensitive. Но есть другой подход. Вот. Берем тот же самый маленький Y. Все группы нам нужны. И указываем. Во-первых, у меня будет simple match. Если у вас две опции подаются, то через запятую их перечисляете. И я буду ignore case. Игнорировать регистр. И он тоже сработает. Несмотря на то, что c-split и Y указан в нижнем регистре. Вот такой вот подход. Давайте посмотрим еще несколько вещей. Интересная вещь. Связанная с практическим применением. Возьмем строчку $a, в которой будет написано Microsoft Windows Covershell. Затем через ESC символ у нас будет переход на новую строку. Microsoft Windows. И затем через ESC символ Microsoft Windows Server. Вот такая вот штуковина. $a видим у нас три строчки. И каждая из строчек состоит из нескольких слов, разделенных пробелами. Для начала возьмем коллекцию $a и разделим ее, split, при помощи ESC символа. Теперь это уже несколько строк, которые превратились в массив стринк. Ну а чтобы и эти строки тоже разделить, используем унарную форму оператора join. Не join, split. Вот так, конечно же. То есть, что он сделает? Он просто будет искать эти элементы, всю коллекцию и делить их на пробелы. Но на самом деле мне этот способ не очень нравится, потому что он требует и одного, и второго, и третьего. То есть, мы получили в результате вот эту самую коллекцию стринк, где уже везде по одному слову там лишнего не попадается. Мне больше нравится вариант со скрипт-блоком, как он был бы использован. Вот наша $a, мы говорим split, и здесь подставляем скрипт-блок, в котором каждый отдельный пэс-итем, если он равен пробелу, или если он равен переходу на новую строчку, будет разделяться. Потому что данный вариант, если у вас там 3, 4 или 5, ну, можно будет озвереть тут скобочки рисовать, причем не везде унарная форма подойдет. А здесь, пожалуйста, через or перечислите все разделители, которые вам нужны, и получите 10, 20, 30 разделителей, я думаю, проблемы не составит. Будем подводить итог. Мы познакомились с операторами, которые используют сравнение шаблона управления текстом, и в сегодняшнем веб-касте разобрали оператор управления текстом. Тут два оператора, replace и split, которые используют регулярные выражения, хотя у split есть simple match, и оператор join, который позволяет объединить коллекцию в единую строку. Что ж, это уже седьмой веб-каст, и этим веб-кастом мы закрыли еще одну группу, посвященную операторам сравнения шаблона и управления текстом. Дальше у нас пойдут логические побитовые операторы в Windows PowerShell 5. На этом все. Спасибо за внимание. Это самый большой веб-каст в данной группе, но нужно было его тоже сделать. Если у вас появились вопросы и пожелания, присылайте их мне в почту на lebedefury.gmail.com. Подписывайтесь на новости у меня в блоге на lebedefum.blogspot.ru, ну и все мои материалы собраны у меня на сайте. Пройти комплексное авторизованное обучение по Windows PowerShell вы можете в учебном центре Softline Education, ну а следить за моей активностью можно в социальных сетях. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!